Чтобы спорт стал нормой жизни, по всей стране 4 года назад начали строить спортивные объекты. Бассейны, хоккейные коробки и футбольные поля. Волгоград, Иваново, Набережные Челны, а это Улан-Удэ. В сотах по документам помимо футбольного поля и беговой дорожки должны быть волейбольные и баскетбольные площадки, качественное освещение, забор, чтобы все это не заметало песком. Но в процессе строительства часть объектов убрали, ухудшилось и качество. Вот здесь, видите, квадратная морлевка, ее применяет только китайский производитель. Латексный слой нестабилен, он рассыпается, вследствие чего потом трава вот легко вылезает. Страну производителя Алексей определит легко, все-таки 10 лет строит футбольные поля. Для наглядности образцы. Вот Бельгия гарантия 25 лет чуть меньше у российского аналога. Искусственный газон Бомарт. Это российский, да, это считается один тоже из лучших газонов. Здесь применена технология самоупрямления стебля. По документам здесь должен быть Бомарт, но по качеству подходит только китайский. Была бы сумма за квадрат выше, было бы качество другое, но это вполне качественная трава, она себя показала. Укладывали с нарушением, уверен эксперт. Под покрытием должен быть трехслойный пирог из щебня. Мы нашли только обычный песок. Хотя использовать на таких полях должны кварц, чтобы не было плесени и неприятного запаха. Это не кварц. Кварц идет. Это обычный речной песок. Нарушена и техника безопасности. На поле можно найти вот такие элементы. Вот это вот, что это должно быть? Получается, расценка, которая в смете идет, там внутренние ресурсы, там идут анкера. То есть крепление полотна анкерами. То есть оно не так же ведь торчало, оно туда углублено было и засыпется как бы кварцевым песком, резиновой крошкой. Но его вот так достать как-то ногой или еще чем-то невозможно. Применение металлических деталей на поле категорически запрещается. Таких, как штыри и скобы. Ввиду большой травмоопасности. Особенно в зонах забегания. На объект из федерального бюджета выделили почти 50 миллионов рублей. Подрядчик говорит, виноват проектировщик. Неправильно нанес стадион на карту. Он вылезал за пределы участка. Результат непредвиденной земляной работы. Пришлось вывозить песок и строить подпорную стену. На это ушла якобы большая часть денег. А что осталось, потратили на объект. Должны были рулоны раскидать и все на этом. Вклейка, разметки, резка травы. Этого вообще ничего не было. И вот, когда мы начали смету пересчитывать, так получилось, что там 8 миллионов нам урезали. Как вообще экспертиза прошла, согласование, меня удивляет. Как затем, получается, зашел сюда подрядчик с этими работами. Сами работы, которые проведены были, некачественные. Удешевление работ идет. Тут прямо явно видно, что не тот материал, который был изначально заложен. Республика осваивает деньги, город осваивает деньги. Осваивает плохо, некачественно. Весь процесс должен контролировать Улан-Удэстрой заказчик. Но объяснить, как допустили такие ошибки, специалист, который приехал на место, не смог. Я не смогу вам ответить на эти вопросы. Тот человек уже не работает. Уволен? Да. Но отвечать, похоже, придется. О нарушениях общественники сообщили в прокуратуру. Специалисты должны выехать с проверкой на спортивный объект уже на следующей неделе. Между тем, по городу, по проекту «Спорт. Норма жизни» не одно проблемное поле. С марта эксперты УНФ заставляют еще одного подрядчика устранять ошибки на футбольном поле возле школы 43. Все те же – дешевый материал и отсутствие забора. Отсутствие забора и сразу социально опасные объекты. Заброшенные гаражи, какие-то заброшенные склады. Но даже несмотря на многочисленный брак, подрядчики получают новую работу. К примеру, строители поля в Сотах уже приступили к объекту в отдаленном районе Бурятии. И, похоже, с проектом там тоже требуются доработки. Вот эта беговая дорожка, там по проекту, там щебень и резиновые маты на нем. Нет бетона, ничего нет. Ну, то есть, а как вообще на землю укладывать резиновые дорожки? Никак. Проекты вот такие выходят, как бы что с этим сделаешь. Кристина Соснина, Борис Геленов, телекомпания «Оригус».